Газохраняющие Европы заполнены на 80%. Цены на газ как минимум 15 раз ниже, чем прогнозировали в России. Тем временем сотни тысяч граждан Федерации остались без отопления. По официальным данным, износ тепловых сетей в России в среднем составляет 30%. Во многих регионах этот показатель гораздо выше. Почему не сбылись страшилки Кремля, расскажет Лариса Зубенко. До полномасштабного вторжения российских войск в Украину Федерация обеспечивала около 40% потребностей стран Евросоюза в природном газе. Излюбленность стратегии Кремля еще до 24 февраля 2022 года был шантаж. Газпром время от времени урезал поставки нелояльным европейцам. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину сокращение потребления российских энергоносителей стало частью политики ЕС. В 2023 году прокачка по газопроводам уменьшилась более чем на 50%. Европейский Союз в первую очередь принял значительные меры для того, чтобы сократить зависимость от российского газа. То есть, энергосбережение, энергоэффективность, были направлены значительные средства в Европейском Союзе, выделены фонды. ЕС также увеличилась доля в энергетическом балансе ЕС зеленой генерации, ветровой, в первую очередь солнечной, биотоплива, сократилось потребление природного газа в ЕС где-то на 15%. Европе удалось удержать энергетический рынок и избежать дефицита. Как результат, цена на газ в странах ЕС – 300 долларов за тысячу кубометров. Тогда как, по прогнозам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, стоить он должен был 5000 долларов за тысячу кубометров. То есть, газ сейчас в 18 раз дешевле, чем обещал европейцам Медведев. Даже если похолодание сохранится до конца сезона, Европа все равно будет потреблять гораздо меньше природного газа для отопления, чем в обычную зиму. В условиях падения спроса региональной хранилища газа истощаются не так быстро, как ожидалось или опасались. Вместе с этим приходят и более низкие цены. По сравнению с прошлым годом они снизились на 45%. В условиях западных санкций и потери самого крупного рынка сбыта газа, европейского, России удалось диверсифицировать поставки. Однако убытки не сопоставимы с доходами, уверены эксперты. Россия терпит значительные убытки. В первую очередь это компания «Газпром», она сократила добычу газа в прошлом году приблизительно на 23%, потому что потеряла где-то на 85% в рынок Европейского Союза. Остались только поставки у них в Австрию, в Венгрию, в Словакию и частично в Чехию. Это только что касается другопроводного транспорта. Шантажируя мир прекращением поставок газа, Кремль, похоже, забыл о собственном потребителе. Нынешний отопительный сезон стал рекордным по количеству коммунальных аварий. Только за первые несколько недель зимы количество домов, оставшихся без воды и отопления, превысило прошлогодние показатели и стало одним из самых больших за последние десятилетия. И это только начало. Средства на ремонт и обслуживание коммуникаций в государственном бюджете будут лишь сокращаться. С 2025 года, согласно закону, в бюджете начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ. Они будут урезаны на 43%, до 506 миллиардов рублей, а в 2026 году еще на 25%, до 381 миллиарда рублей. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется в 2,3 раза. Из публикации издания The Moscow Times. Только в Новосибирске 11 января без отопления осталось около 10 тысяч человек. Через неделю 13 жителей города получили ожоги после прорыва труб с кипятком. Позже ситуация в Новосибирске усугубилась. При этом попытки местных жителей добиться справедливости не увенчались успехом. Власти Новосибирска уже во второй раз отказали горожанам в праве выйти на митинг. В мэрии его посчитали угрозой конституционному строю. Субтитры создавал DimaTorzok